МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фильм приурочен к 195-летию выдающегося, но не заслуженно забытого исследователя Севера. Здравствуйте в студии Иван Никонов. Жители Ненецкого округа почтили память жертв Керчи. Траурный митинг в память о погибших в трагедии в Керченском политехническом колледже состоялся в полдень на площади Марацей в Наринмаре. Участие в нем приняли все неравнодушные горожане. Сотни наринмарцев неравнодушных к трагедии в Крыму пришли сегодня на главную площадь города, чтобы почтить память погибших. Специально для возложения цветов на площади Марацей подготовлен импровизированный мемориал. Накануне в Байгавленском соборе на Наринмар состоялась панихида по погибшим в Керчи. Ранее губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский направил в адрес главы Республики Крым телеграмму со словами соболезнования семьям погибших. Напомню, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и сработало взрывное устройство. По уточненным данным, жертвами трагедии стали 21 человек, студенты и преподаватели учебного заведения. Более 50 получили ранения. С 18 октября в Крыму объявлен трехдневный траур. В окружной парламент внесли закон о бюджете на 2019 год и на плановый период. Главный финансовый документ региона из рук главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко принял председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутаминов. Бюджет округа на 2019 год и на плановый период уместился в четырех увесистых томах и флеш-накопитель. Главный финансовый документ региона теперь предстоит рассмотреть народным избранникам, детально изучив каждую цифру. Мы будем проводить нашу работу в рамках бюджетной комиссии. Все департаменты будут рассмотрены, я повторяю, на бюджетной комиссии. И третье. Мы планируем эту работу завершить в декабре месяце. И я полагаю, что нам это удастся. Поэтому мы приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в работе над бюджетом. По словам главного финансиста округа Татьяны Лагвиненко, работа над бюджетом 2019 года и плановым периодом была сложной. Тем не менее, он получился сбалансирован по доходам и расходам. Я бы сказала, что бюджет неплохой. 19 миллиардов – это очень даже неплохо. В целом, по предыдущим кризисным годам, когда у нас были некоторые проблемы. Поэтому в этом году, конечно, бюджет хороший. Более детально бюджет будет обсуждаться на публичных слушаниях для того, чтобы учесть все пожелания и замечания граждан. Кроме того, документ будет размещен на сайте народ83.ру. С 1 января 2019 года Ненинское региональное отделение Фонда социального страхования планирует внедрить новую схему – выплат пособий работающим гражданам в рамках проекта «Прямые выплаты». Суть его сводится к тому, что пособия теперь будут рассчитываться не бухгалтерией предприятия, а региональным отделением Фонда социального страхования и выплачиваться напрямую работнику. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и остальных выплат, которые осуществляются за счет средств Фонда социального страхования. Новый порядок позволит свести к нулю риск работников остаться без этих денег в случае, когда у предприятия арестованы счета, она находится в стадии банкротства или ликвидации. Модернизация системы необходима и для усиления контроля Фонда социального страхования за экспертизой временной нетрудоспособности. Число регионов, участвующих в проекте, постепенно расширяется. В 2019-2020 годах механизм прямых выплат планируется реализовать еще в 38 субъектах Российской Федерации. Ненецкий округ будет участвовать в проекте с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Проект затронет порядка 22 тысяч работников и более 2300 работодателей Ненецкого округа. На базе комплексного центра социального обслуживания после летнего перерыва возобновило работу отделение дневного пребывания граждан. Множество медицинских и общездоровительных услуг для взрослых и детей, причем для некоторых абсолютно бесплатно. Все подробности у Владимира Рожина. Клечки вниз. Вот так. Молодь. Кабинет детского массажа в комплексном центре социального обслуживания населения один из самых посещаемых. К Людмиле Маржиедовой специалисту с 22-летним стажем стараются попасть в первую очередь. Женщина признается, потребность в массаже в последнее время возросла. Все чаще встречаются пациенты с неправильной осанкой. Потом школа. У них сидят дома, сгибаются телефоны наши. Много диагнозов. У кого-то неврозы, энурезы. Даже если у нас сейчас старшеклассники приходят с колиозами первой-второй степени. Ну вот по назначению врача делаем процедуры. Ну а для тех, кто постарше, есть еще один кабинет массажа. Впрочем, туда пациенты приходят совсем другими жалобами. У тебя 16 лет парализован, у меня инсульт был. А вот здесь хожу и нормально. Сама. Так что все нормально. Персонал. Медицинский там слов нет. Хороший. А технический тоже. Все уважительно, все к уважениям таким всем нам относятся. Сегодня оздоровление проходят 41 человек. Среди них 23 ребенка. В основном процедуры предназначены для общего укрепления иммунитета. Например, для профилактики ОРВИ есть ингаляторий. Солевые ингаляции противопростудные, вирусные, от насморка, противовоспалительные. Это как соляная пещера. И ультразвуковая тоже на физрастворе идет. Бронхиты, противовоспалительные, верхних дыхательных путей. Профилактика. Всем детям и взрослым. Детки очень любят эту процедуру и взрослые очень любят процедуру. Помимо узконаправленных медицинских услуг, есть также общеукрепляющие занятия. Например, релаксирующая комната или зал для здоровительной физкультуры. В список процедур входит также трудотерапия. Здесь пациенты мастерят различные поделки или даже вяжут предметы одежды, которые потом передают в детский дом. Пройти курс оздоровления могут все желающие. Причем для отдельных категорий граждан занятия проводятся на льготной основе. Это может быть в разном виде. То есть есть льготная категория граждан, которые могут эти услуги получить бесплатно. Есть категория граждан с частичной оплатой, с полной оплатой по индивидуальной программе. То есть на каждого получателя социальных услуг составляется индивидуальная программа. Зависит именно бесплатная, платная или частичная оплата. Это от среднедушевого дохода. Как заявили сотрудники учреждения, спектр услуг для оздоровления будет расширяться. Уже в ближайшее время пациенты смогут принимать различные водные процедуры. О развитии детского спорта в Ненинском округе шла речь на встрече представителей регионального отделения партии «Единая Россия» с тренерами окружных сборных. Наставники спортсменов рассказали о том, каких результатов достигли их воспитанники и какие проблемы, по их мнению, мешают развитию спорта в регионе. Одной из тем обсуждения стало создание в округе регионального отделения Всероссийской Федерации школьного спорта. Недостаточное финансирование – одна из главных проблем, о которой на встрече говорил каждый из присутствующих тренеров. Без финансирования ни я, ни другой тренер вместо меня ничего не сделает. Все упирается в это. Нужны сборы, нужны соревнования, нужен элементар. У окружных спортсменов огромный потенциал. Подтверждение тому – результат их выступлений на соревнованиях. Динамик у нас наблюдается положительно. Вполне успешно спортсменам выступали. Кто-то у нас, у нас два человека выполнили кандидата, мастера спорта. Один выполнил мастера. Два человека подтвердило мастера спорта. И даже у нас в национальной сборной представитель нашего округа розовую медаль международную взял. Благодаря тому, что один из спортсменов Ненецкого округа, лыжник Александр Терентьев, вошел в состав сборной России, у региона появилась возможность создать школу Олимпийского резерва. Тут несколько факторов, которые объективно нужно смотреть. Сейчас возможность появилась, мы можем создать. Но несколько факторов, которые нужно обсудить. Это и кадровый потенциал. Сейчас надо будет это все взвесить, на обсуждение вынести этот вопрос. Насколько генерировать спортсменов может эта школа Олимпийского резерва. То есть это такой сложный процесс. По словам Дениса Гусева, готовить будущих спортсменов необходимо со школьной скамьи. Мы сейчас начинаем в рамках реализации проекта детский спорт, активную работу в области школьного спорта. Создается федерация школьного спорта и привлечение планируется федеральных средств на развитие школьного спорта. И действительно школьный спорт это база вообще спорта высших достижений. Насколько будет развит школьный спорт, настолько будут развиты и спортсмены спортивной подготовки. Региональное отделение Всероссийской Федерации школьного спорта будет создано до конца текущего года. В приоритетах федерации стоят развитие и популяризация школьного спорта, спортивного образа жизни в школьной среде, оказание организационной и методической помощи общеобразовательным учреждениям в вопросах внедрения новых, современных технологий физического воспитания. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В спортзале «Дюдс Лидер» завершается ремонт. По информации руководства детско-юношеского центра, сейчас работы проходят в соответствии с графиком. В срок до 30 октября должны быть установлены новое напольное спортивное покрытие для зала и обшиты стены. На данный момент по напольному покрытию проведены бетонные работы. Уложена пролоновая подложка и деревянная плита. На следующей неделе ожидается заливка пола самовыравнивающимся покрытием. Также подрядчику предстоит произвести работы по обшивке стен панелями и установить заградительные сетки. Как сообщили в «Дюдс Лидер», новое спортивное покрытие швейцарского производства было доставлено из Санкт-Петербурга. Оно экологически чисто и хорошо противостоит температурным перепадам. После завершения работ зал будет оборудован современным напольным покрытием для игровых видов спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол. Имеющим международный сертификат. Суммарно-ремонтные работы вместе с материалами обошлись почти в 9 миллионов рублей. Средства выделены в рамках сотрудничества компании «Башнефтполюс» с администрацией Ненинского округа. Презентация фильма «Тот самый Сидоров» состоялась в Наринмаре. Проект был подготовлен и снят по заказу Пустозерского историко-культурного музея творческим коллективом Ненинской телерадиокомпании. Фильм приурочили к 195-летию выдающегося, но незаслуженно забытого исследователя Севера. «Василий Николаевич Латкин, ваш тесть, весьма красочно описывал, как можно озолотиться на Печорской лиственнице». Всю свою жизнь он посвятил исследованию Севера, искал и не находил поддержку в высших эшелонах власти. В его проектах северные порты, метеостанции, но при жизни Сидорова мечтам не суждено было сбыться. Понадобилось больше полувека, чтобы соотечественники оценили его прозорливость. Например, в районе нынешнего Нрейнмара, в Усть-реки Печора, он организовал первый портопункт и занимался лесоэкспортными операциями. Идея создания проекта про Михаила Сидорова принадлежит историку-краеведу Юрию Каневу. Он же согласился сыграть и главную роль в фильме. «Это ваше императорское существо – Печорский хлебец. Его делают из травы, древесных листьев, кореньев, добавляют немножко рожаные муки». За экранизацию биографии великого исследователя «Севера» взялись сотрудники Ненецкой телерадиокомпании Ольга Руссул и Любовь Пермякова. Трижды сценарий терпел глобальные изменения. Решено было добавить игровые моменты. О трудностях работы над проектом с авторой рассказали собравшимся на презентации. «Актеров еще можно найти, но костюмы, какой-то антураж. Вообще это очень все сложно. Помещения, в которых можно снимать даже маленькие, коротенькие сценки, минутные, полутора минуты». «Вообрази, Сидоров, приехавший, привез с собой 100 тысяч. Да ты что? А знаешь, сколько у него осталось? И сколько? Две тысячи. Все раздал». В третьем, заключительном варианте сценария решено было добавить любовную лирику, ведь без нее образ Михаила Сидорова был бы неполным. «Было море любовниц, как я вот когда прочитала, сколько ему писало, сколько у него было связей, я прямо запуталась и думаю, ну как его на всех-то хватало. Представляете, как он человек разносторонний, ведь его любили за что-то». 15 с небольшим минут. Таков хронометраж фильма, конечно, не могут показать всю мощь и глубину личности Сидорова, раскрыть все стороны его неугомонной и широкой души. «У вас очень большая удача, вы великолепно, это все, так сказать, обыграли. Ну, я прямо смотрю, Юрий Викторович, ну, чистый Сидоров, им надо было только еще гордо приклеить, и все, и он был бы чистый Сидоров. Они, наверное, по характеру даже были похожи, мне кажется, теперь, когда глядя на этот фильм, вот, и поэтому огромная благодарность». Увидеть фильм «Тот самый Сидоров» вы сможете на нашем телеканале. Олег Итанзейский, Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В Ненецкий округ приехал необычный польский путешественник и общественный деятель Ясик Меля. Молодой человек в детстве получил травму, в результате которой лишился руки и ноги. Но это не стало препятствием на пути к его мечте. Ясик Меля в рамках поездки посетил Ненецкий краеведческий музей, где встретился с окружными школьниками. Путешественник рассказал о том, как покорил Северный и Южный полюс в возрасте 15 лет. Участвовал в походах на Кельманджаро, Эльбрус, Эль Капитан, пробежал Нью-Йоркский сити-марафон и о встрече с Россией. Я, как любой путешественник, конечно, если бы получил приглашение, посетить какую-нибудь другую страну, Турцию, еще что-нибудь, конечно же, бы я все равно поехал. Но при этом Россия занимает в моем сердце особенное место. Кроме путешествий Ясик Меля ведет активную общественную деятельность. Он организовал благотворительный фонд «За горизонты» для помощи людям с ограниченными возможностями. На этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.